Наше партнерство с NVIDIA началось где-то в 2000 году. Мы всегда были не только партнерами, но и хорошими друзьями. У нас довольно тесные отношения, и мы вместе работаем над техническими решениями. Так что, когда нам нужны сторонние программисты, они всегда готовы выделить людей, которые помогут оптимизировать движок и решить какие-то проблемы. Мы работаем с очень ранними версиями драйвера. Опять же, у нас с NVIDIA взаимовыгодные отношения. Когда выходит новый прототип железа, мы тестируем его и говорим, что драйвера, например, никуда не годятся. Мы ищем проблемы в драйвере, чиним их и пытаемся его оптимизировать. В результате и мы, и NVIDIA остаемся довольны. Такие отношения очень важны при работе с драйвером. В этом вопросе приходится сотрудничать очень тесно. Вот такие у нас отношения с NVIDIA. В работе над Crysis у нас было две главных цели. Первая — создать инновационный и эпичный геймплей. Вторая — поддержать его соответствующей графикой, которая не только фотореалистична, но и высокоинтерактивна. В результате мы придумали динамичный нано-костюм. Он в какой-то степени меняет жанр FPS, потому что в нашей игре сам герой становится динамичным. С помощью нано-костюма вы можете переключиться в режимы скорости, силы, невидимости и брони. Плюс мы сделали модифицируемое оружие, открытый игровой мир и умный искусственный интеллект. В нашей игре вы будете пытаться перехитрить врага. Хорошая графика нужна не только для полного погружения в мир. Все, что игрок делает в Crysis — ломает дерево, рушит дом или взрывает что-то — все должно иметь яркую эмоциональную отдачу. Мир должен выглядеть реалистично и соответственно себя вести. Для этого нам нужна подходящая технология. Нужен правильный шейдинг, правильно гнуться деревья при ветре, правильно дрожать листья — все вплоть до теней. Я вижу тень за углом, перехожу в режим невидимости. В нем, кстати, будет очень красивый эффект отражения. Все эти технические новшества призваны служить нуждам геймплея. В каком-то смысле, каждый элемент игры основан на соответствующей технологии. Никто не показывает на нее пальцем, но она там есть. И вот почему Crysis, по-моему, возвышается над другими. Весь его геймплей строится на передовых технологиях. Даже те, кто играет на минимальных настройках, смогут увидеть уникальный геймплей. Может быть, графика будет хуже, но останется костюм, искусственный интеллект, возможность разрушать мир и большая дальность обзора. Севат Эрли, исполнительный директор Crytek, художественный директор и исполнительный продюсер Crysis. Программа The Way It's Meant To Be Played от NVIDIA это универсальный знак качества. Для игры это плюс. Если геймер видит такой знак от NVIDIA, то понимает, что графическая карта и игра работают вместе. Это хорошо и для нас, разработчиков. Пользователь получает игру вместе с железом, на котором она работает. Именно оно и определяет уровень качества, на котором будет воспроизводиться игра. В данном случае оно гарантировано, а для самих геймеров это уменьшает количество проблем с драйверами. Мы много времени уделили работе со светом. Атмосферные шейдеры и эффекты рассеивания атмосферы. Во всем этом нам сильно помог DirectX 10. На данный момент у нас есть технология Parallax Occlusion Mapping, благодаря которой игрок видит не только мелкие детали поверхности, но даже тени, которые они отбрасывают на себя, на свои пиксели. Это доступно только в DirectX 10. Такие вещи делают мир более реалистичным. Вы стоите и видите все, что движется. Свет, тени. Вы видите, как нарастает ветер, ломаются деревья, другие объекты. Такое погружение атмосфера — вот где по-настоящему используется DirectX 10. Продвинутые игроки могут открыть даже больше возможностей игры, чем мы дали рядовым пользователям. Игра поддерживает очень высокие конфигурации. Но настоящие психи могут включить супервысокие разрешения и полный антианализинг. Можно также включить некоторые фишки теней, которые отключили мы. С ними не справляется даже DirectX 10, но они до сих пор остались в игре. Так что, когда технологии дотянутся до нужного уровня, мы выпустим патча и откроем их. И вуаля, всего через год Crysis будет выглядеть еще лучше. Так что мы делаем игру, держа в голове и будущее, и прошлое, а не только настоящее. Это означает, что мы готовы к переменам. Когда выйдет новое железо, мы обновим Crysis, и он станет еще красивее.